Кто такой эксперт в крипте? Школьник. Мне гораздо интереснее быть предпринимателем, чем SEO. Да все, скам, все, скам. Накупили там битточков, эфирчиков. Я узнал про биткоин совершенно случайно, когда мне кажется, вообще на русском даже про него ничего не было написано. Биткоин стоил тогда, ну что-то вроде доллара. Большинство людей в крипте действительно на меня отчасти не похоже. Как это возможно, если ты не из крипты? Тебя зовут SEO фонда, который занимается криптой. Ну ты зарабатываешь очень много по меркам России. Так что там с Сэмом Бэнкманом, Фридом? Фридом, слушай, у нас была забавная история. Мы пару раз с ним пересекались. Ну не могу сказать, что мы прямо знакомы, но у меня он есть в том числе в Телеграме. И первый раз мы пересекались по работе, как-то у нас там была ликвидация на FTX, и нам надо было поговорить с кем-то из менеджмента FTX, а там очень такая структура плоская была, мало людей у них. Я еще тогда думал, прикольно, какой стартап. В Бинансе работают там какие-то тысячи человек, а в FTX там вообще прям мало народа, и вот им Бинансе ты не можешь прям взять и там СССР написать. А там можно было. Мы с ним поговорили, показалось, что такой прикольный умный чувак. Но странноватый. Но как бы странноватый в хорошем смысле. То есть, в принципе, я вообще люблю странных людей. Мне кажется, что странные люди, они очень прикольные, как правило. Если они странные не в плохом смысле, а если они вот странные в таком каком-то интересно любопытном смысле. А потом была история, уже когда FTX скрешнулся, мы не держали там денег вообще, как компания. Потому что у меня очень такой подозревающий кофаундер. А эта черта в нашем бизнесе очень прикольная. Он все время подозревает, что все является скамом, каким-то попыткой мошенничества и так далее. Без этого качества в крипте долго не проживешь. Вообще нереально, да. И он на все говорит. Типа, ты говоришь, вот этот проект знаешь, он говорит, так это скам. Он говорит, вот этот проект знаешь, это тоже скам. Я говорю, откуда, блин, ты знаешь, что это скам, то скам. Что ты взял, что это все скам? Он говорит, ну скам же точно. В принципе, аргументирует это как-то. Ну и про FTX он говорил, что там что-то нечисто. Какие-то слухи были постоянно, что они сами же как бы в видеаламеды торгуют на FTX. Ну когда у тебя есть как бы и биржа, и фонд, это как будто если у тебя, не знаю, ты владелец казино, но ты в этом казино еще с кем-то в покер играешь. Но по пути можешь правила покера менять. Конфликт интереса. Да, так, чтобы ты выиграл всегда. Даже если ты плохо сыграл, то ты все равно выиграл, потому что ты по пути поменял правила. Вот. И с Сэм, соответственно, была такая история, что был такой некий флер, что пацаны не совсем рыночными делами занимаются. Но особо никто в это не верил, потому что это такой too big to fail. Я тоже не верил. Но вот кофаундер мой говорил, типа, давайте бабки там не держать. Но прямо за день до того, как FTX крашнулся, нам надо было что-то сделать на FTX. И я просто зарегал там личный аккаунт. У меня никогда его не было. И, ну, какую-то достаточно значительную сумму денег туда лично кинул. Вот. И, ну, на следующий день начинается вот эта вся история вокруг FTX. И просто, ну, поверить своим глазам не мог. То есть у меня было ощущение, как будто я Сбера там положил деньги на депозит, и Сбера банкротил. Примерно был такой же вайб. Порядок цифр? Ну, несколько десятков тысяч долларов, допустим. Вот. И нужно было, значит, ну, как бы не бог весь кить деньги, но их потерять так овернайт не прикольно. Тем более, ну, как бы на такой глупой истории, что ты просто деньги кинул, сегодня-завтра их нет. Но в тот день мы что-то с командой отмечали и прилично так набухались. Ну, разумеется. И в какой-то момент уже были достаточно пьяные. Мы решили, что будет очень смешно позвонить Сэму. Вот. Ну, он есть в контактах. Вот. И мы начали, значит, звонить ему Сэму. Ну, естественно, не подобрал, потому что у него, наверное, там было достаточно много разных звонков. И больше проблем, чем звонки каких-то пьяных пацанов. Мы тогда в Баку находились. После этого родилась шутка, что все парни, когда напьются, звонят бывшим, мы звоним Сэму. Хотели спросить у него, где деньги. Но такой вопрос ему много кто хотел задать. Вот. Потом зато было прикольно. Можно было в Телеграме следить, когда ему доступ дают к интернету, потому что там появлялось, например, он там, вот, когда его видно, последний раз было видно у него. Настройки приватности так были настроены. Блин, ну, круто, что есть контакт. Надо будет с ним тюремный подкаст сделать. Я помню, я впечатлился, как ребята из «Вписки» сделали подкаст с ныне покойным рэпером Янг Трэпой, который сидел в Телеге. Они приехали туда к нему и катались на лимузине, снимали клип прямо в Телеге. Думаю, что SBF примерно так живет сейчас в американской. Слушай, ну, может, и не посадят еще? You never know. Поэтому, может, как бы, может быть, может быть. Посмотрим. А может, посадят. Контактик попрошу. Контактик есть, да. Человек с очень широкой записной книжкой, крипто-деятель, экс-макинзи, экс-бси-джи, консультант до мозга костей, человек с блестящим образованием и бэкграундом, который пошел в крипту, несмотря на то, что, как говорится, вся крипто-скам. Александр Макагон, Hardcore Labs. Привет, Александр. Привет-привет. Это шоу «Бизнес-чел». Будем говорить про бизнес, будем говорить про твою жизненную философию, про крипту, конечно, поговорим, веб-3, мир. Разберемся, что все-таки скам, что не скам, или, может быть, нет. Да все скам, все скам. Ну, давай расскажи, как ты пришел туда. Потому что вот обычно, ну, нетипичный твой профайл в крипте, обычно люди туда приходят, сейчас уже, конечно, это меняется потихоньку, но большая часть криптонов, они все-таки не похожи на тебя. Они чуваки, которые такие оппортунисты, назовем их так. Они увидели, что сектор растет, рано или поздно купили там беточков, эфирчиков, на этом обогатились и стали там дальше разбираться, инвестировать. Ты пришел в этот сектор попозже, ты пришел из традиционных более компаний. Как это произошло? Зачем? И не жалеешь ли ты об этом? Я, наверное, согласен с тем, что большинство людей в крипте действительно меня отчасти не похожи, хотя в последнее время, мне кажется, это меняется. Одна из основных рефлексий у меня была, когда я пришел в крипту, а я, будучи консультантом, поработал в большом количестве разных индустрий, начиная от майнинга, но не криптовалюты, а вот когда нужно в шахту спуститься, там шахтерами затереть, и заканчивая там телекомом, хай-теком, бэнкингом и так далее. И в них всех, вот если ты возьмешь там людей, которые там работают, и построишь какую-то такую гусяну их способностей, интеллекта, как бы ты его там не обозначал для себя. Вот это вот что? Да, то получится такое нормальное вот распределение, да, то есть такая вот кривулька получится. А она где-то может быть там смещена вправо, где-то влево, то есть есть индустрии более престижные, и которые больше там, или более модные, которые привлекают больше таланта, туда приходят более умные люди, но все равно это такая гусяна. В крипте было ощущение, что есть огромное количество там полных бездельников, ну, там, можно по-разному их называть, скамеров, оппортунистов и так далее. И есть там один процент совершенно отбитых гениев, типа Виталика, ну, с которыми даже бесполезно там совершенно тягаться. Виталик Бутейрин. Да, да, то есть с Виталиком абсолютно бесполезно там тягаться, меряться чем-то и так далее. Ты заведомо проиграл. Это как пытаться там Майкла Феллса переплыть. Ну, он гений, да, конечно. Да, ну, такой полимат, савант, там, по-разному можно называть его. И вот прослойка как бы просто нормальных пацанов, но не гений. Было достаточно узкое в крипте, действительно, то есть получается, что у тебя такое распределение, как бы обратный гусян. А нормальных девчонок еще меньше. Ну, она, не знаю, не мерил. Наверное, меньше. Ну, просто больше перекос такой. Наверное, да. Наверное, наверное. Слушай, у меня история очень простая. Я родился в Орле. Тут сейчас нужно бит Кровостоку, вот эта биография запустить. Я родился в Орле в 90-х, там, на краю города. Пана выигрывал какое-то количество там Олимпиад в школе математически-физически. Поступил в Бауменку, там, отучился. Никогда не работал по специальности. Сразу пошел в консалтинг, потому что у меня дико все мои, ну, там, не все, но большинство учителей Бауменки захейтили, потому что это казалось таким, знаешь, предательством. Науку надо было поднимать. Да, может, и надо было. Но это казалось им таким предательством тех ценностей, которые тебе прививают. Типа, ты идешь, что там, еще в американскую какую-то компанию. Тогда, конечно, вот этот такой антиамериканизм, он был не так развит, как сейчас, но все равно он был какой-то такой вот вайп. Типа, что там, какой консультант, типа, что это такое. Я пошел работать в BCG, какое-то время поработал там, после этого перешел в МакКинзи, провел там достаточно много времени. МакКинзи до сих пор считает своей такой настоящий альма-матор. То есть, Бауменка, это, наверное, такая, может быть, это альма-матор в более привычном понимании, такая мама, но которая тебя бросила. А МакКинзи, это такая уже мачеха, которая тебя, значит, ну, там из дед дома забрала и вот воспитала. Я, как и любой консультант, в какой-то момент решил, что нужно поделать что-то еще. И подвернулась интересная возможность. Меня позвали в компанию, которая занималась примерно тем же самым, чем мы занимаемся сейчас, но с некоторыми отличиями. Мне кажется, любого человека, который так или иначе связан с криптой, есть вот эта вот байка про то, как он там первый раз узнал про крипту. Типа, как он купил или не купил первый биткоин, это по доллару, по два. У меня это было в универе. Я узнал про биткоин совершенно случайно, когда, мне кажется, вообще на русском даже про него ничего не было написано. То есть про него потом начали писать на Хабре где-то еще, а я прочитал в каком-то сайте, типа, там, технологический журнал, какой-то американский, там был какой-то публикейшн на тему того, что, значит, появилась такая штука типа биткоин. И мне показалось это интересным, что я там прочитал, что биткоин стоил тогда, ну, что-то вроде доллара, мне кажется, может, меньше, не могу ошибаться, не так важно это. Мне это показалось очень интересным. Я подумал, блин, надо срочно изучить, что это такое. Я в тот день не пошел на пары. Я прям помню, как мне казалось очень важным вот это решение, как бы не идти в этот день на универ, в универ, а просто все-таки вот для себя нормально ответить вопрос, что это за биткоин. Какой год, за ресерчить? Для понимания. На тринадцатый. Двенадцатый. Может, двенадцатый. Ну, вот какой-то там четвертый, я был четвертый, пятый курс мой. Вот. Соответственно, да, остался дома, начал ресерчить. Вечером тоже у меня был назначен поход в кино с девушкой, которая мне тогда нравилась, вот, и я не пошел в кино с ней. Блин. Потому что мне надо было доресерчить. Приоритеты. Но я доресерчил и не купил биткоин. Вот. То есть я... То есть твой ресерч показал, что это скан? Мне кажется, я недоресерчил немножко. Ну, или не понял. Но... Почему не купил-то? Это явно тебя вдохновило, что ты здесь сидел? Не понял. Не понял. Не понял. Не понял, и непонятно было, как купить. Было тяжело. Можно было и помайнить тогда еще даже. Можно было, но это было... Ну, как ты его знаешь... Это значит, на самом деле, проблема, мне кажется. Большинство людей, не только моя, но моя в том числе, когда ты преодолел какой-то первоначальный барьер в изучении чего-то, и когда доходишь до каких-то шагов, твой импульс на действие недостаточен для того, чтобы ты эти шаги реально начал делать. Типа, знаешь, как бы что у людей, предстоянно у них какие-то идеи предпринимательства есть, но они ни одну из них никогда не попробуют. То есть они такие, прикольно было бы... Ну, и я к ним тоже отношусь. Типа, прикольно было бы сделать что-то. Analysis paralysis, по-моему, Типа того, да, в McKinsey тоже часто такое говорят. Вот, поэтому я, значит, биткоин тогда не купил, но я думаю, что вряд ли бы я там как-то адски разбогател себе его купил, то есть я бы купил по доллару, но я бы его продал там, когда он был бы 10-100%, то есть и плюс, насколько бы я его там купил. У меня бюджет там месячный был, типа 100 баксов. Ну, купил бы там какие-то 3 копейки. Вот. Соответственно, второй подход к сценариату, типа, что такое биткоин, фундаментальный, был, когда меня позвали на работу, которая была с этим связана, и мне было очень интересно все-таки для себя понять. Это ты ушел из McKinsey, и тебя позвали на работу? Да, да. Ну, я ушел из McKinsey, чтобы пойти на эту работу. Мне было очень интересно понять, что это такое. Что ты делал там? И как это вообще роль называлось? Я был SEO фонда. SEO фонда, который тоже управлял деньгами, связанными с криптой. Как это возможно, если ты не из крипты, тебя зовут SEO фонда, человек, который занимается криптой, если ты не какой-то там опытный криптан? Понятно, что ты консультант, ты все умеешь, и консультантов часто в индустрию хантят, но обычно же это должна быть какая-то индустрия, которая близка человеку. Слушай, ну, отчасти да, отчасти нет. Мне кажется, что, в принципе, есть набор ролей, которые консультантам подходят, есть набор ролей, которым консультантам не подходят, но это, в принципе, как там, не знаю, определенному типажу людей подходят определенные роли в обществе. Но здесь, я думаю, Поэтому я поспорил с тем, знаешь, как бы, действительно, я тогда практически ничего не поняла про крипту, но крипта просто сама по себе такая индустрия, знаешь, я в McKinsey делал много проектов в телекоме, и мне как-то один партнер сказал, говорит, слушай, ну кто такой вообще эксперт в телекоме? Человек, у которого есть телефон, и который последние там два года не находился в пещере и что-то там читал релевантное. Почему? Потому что это настолько динамичная индустрия, что экспертиза там меряется часто не багажом знаний, накопленным там десятилетиями, что так, в принципе, для каких-то таких традиционных, медленно меняющихся индустрии, типа там того же, ну даже, как бы, я хотел сказать майнинга, да, майнинг тоже там, в принципе, много инноваций. Опять-таки, имеется в виду майнинг как добыча полезных искупаемых? Ну, конечно, конечно, конечно. Исконно правильное значение. То же самое с криптой, да, то есть, с одной стороны, кто такой эксперт в крипте, да, это человек... Школьник? Ну, школьник, который купил биткоин, что-то наспекулировал там немножко в телефоне в Робин Гуде. Эртропы. Да, ну, в общем, я к тому, что, в принципе, просто в индустрии так быстро меняется крипта, она действительно очень быстро меняется, там бесконечно появляются новые-новые вещи. Даже там то, когда я начал этим заниматься относительно, там, недавно, там, три с чем-то года назад, с этого времени очень много вещей очень сильно поменялось. Практически что-то стало хуже, что-то стало лучше, но практически ничего не осталось таким же точным. Поэтому, в принципе, если у тебя есть способность быстро понимать вещи, и у тебя есть способность быстро учиться и адаптироваться, то ты можешь, там, в этом стать хорошим экспертом достаточно быстро. И ты будешь знать лучше индустрию, чем человек, который пришел в крипту, там, в 13-м году, но, например, в 15-м перестал фулапить. Он вообще уже ничего не знает про то, как это работает. Это первое. А второе, у тебя же всегда есть, как бы, набор компетенций, связанный с самим топиком, а есть такой дженералистский набор компетенций, которым обычно консалтник хорошо учит. Это, там, управление командой, задание целей, ну, вот все такое, вот общая, как бы, такая орг-история. И, соответственно, у тебя этот компонент тоже немаловажен, потому что, на самом деле, ну, роль SEO, прежде всего, да, она заструктурирует работу и обеспечить работу команды максимально эффективным образом. Вообще, работа SEO, она вот про хайринг и про выстраивание процессов. Она не про то, чтобы быть суперэкспертом в чем-то, хотя это очень круто, когда ты SEO, и ты эксперт в чем-то там. Допустим, Маск, я уверен, достаточно много знает про полеты ракет, но гораздо меньше, чем любой его инженер, потому что не его задача знать то, как запустить ракету в космос от и до в деталях. Его задача знать это вот на том уровне, который позволяет ему нанять правильных людей и создать условия, чтобы они могли ее запустить. То есть тебя взяли, потому что у тебя был опыт в консалтинге, soft skills развитые, умения там управлять командами. Какая у тебя роль была в Макинде должность, когда тебя захантили? Ну, я был менеджером, уже, наверное, был близок к тому, чтобы там потихонечку избираться. Это пилпем, да, называется? Да, это роль перед тем, как избираться в младшие партнеры. Вот, уже, наверное, надо было... Я выходил на точку, в которой уже надо было там, ну, готовиться к избранию. Вот, это как раз была та точка, в которой я решил, что уже мои пути с Макинде должны на какое-то время разойтись. Точка бифуркации. Ну, рэперная, рэперная точка. Окей. Значит, ты пошел в этот фонд. Это был какой-то другой фонд? Или это вот... Нет, это был другой. Это был другой. Я достаточно быстро оттуда ушел, и начал... Мы сделали с партнерами свой. То есть, ты ушел наемным CEO, а потом создал свой бизнес. Кажется, что далеко не все люди из консалтинга вообще обладают вот этим предпринимательским мышлением, да и желанием ставить шкуру на кон, как сказал бы Талеб, и быть предпринимателем, который там впахивает, рискует, в том числе своими деньгами, своим благополучием после каких-то сытых лет в консалтинге, сытого периода, когда ты наемный CEO получаешь, наверное, большие достаточные зарплаты и так далее. Почему ты все-таки решил, что ты готов к такой роли, что ты бизнес-чел? Как это произошло в твоей голове? Слушай, прикольный вопрос. Я пока работал в консалтинге, да и, наверное, даже до этого, пока учился в Универе, все время пытался ответить на вопрос, предприниматель ли я. Потому что, наверное, в какой-то момент перечитал огромное количество автобиографий разных людей. И в основном так случилось, что это были автобиографии разных предпринимателей, типа там основатель Макдональдс или там Форд или там кто-то еще. Ну, в общем, просто в основном это были интерпренеры. Мне стало интересно, как бы, а я вообще предприниматель или нет. Потому что сказалось, что это какая-то высшая точка, которую ты можешь в бизнесе достичь. То есть ты сам из ничего сделал что-то. Это прикольно. И у меня ответ на этот вопрос, он постоянно менялся. То есть у меня там, когда я только пришел в консалтинг, я думаю, блин, приду сюда, там быстро пойму, что к чему. И через два года уйду там свой стартап делать. Прошло пару лет, и я думаю, блин, мне кажется, я вообще не предприниматель. Я могу менеджером быть крутым, типа SEO, но там не про то, чтобы... Я не про то, чтобы... Знаешь, вот есть такое zero to one от нуля к единице, а есть такое же from good to great. Это когда ты что-то взял, что работает, и масштабируешь. Обе книги, кстати, хорошие. Обе книги прикольные, да. Да, и вот мне казалось, что я про второе, что мне интереснее взять что-то, концепт чего уже подтвержден, и эту историю улучшить, ну, найти в ней какие-то изъяны, переделать там и так далее. Чем вообще вот какую-то новую идею взять, там, тестировать? Ну, это совсем другой скиллсет. Не зря там очень много стартапов, они вот меняют. Ну, и компании, в принципе, меняют разных руководителей на разных этапах, потому что это просто разный скиллсет. Есть люди гениальные, которые все могут делать, да. Есть редкие кейсы, ну, там, кейсы типа Цукерберга, который там Facebook основал, и до сих пор, по сути, там, является руководителем МЕТ и всей, да. Тот же Маск, наверное. Но часто это разные люди. И, соответственно, у меня в какой-то момент вот взгляд на эти вещи тоже там в очередной раз поменялся, и я понял, что на самом деле мне гораздо интереснее быть предпринимателем, чем SEO. Тут, наверное, знаешь, тут нужно, наверное, поговорить про вообще, в принципе, систему координат, систему принятия, какую-то логику принятия решений, которая у меня к тому времени выстрелилась, и которая, в принципе, привела к тому, что там я из Маккинзи ушел. Принципы. Общие принципы, да. Знаешь, Раидалева книжка такая вот. Он прикольно очень про нее, он прикольно начинает ее. Меня в свое время, когда я ее читал, мне прям подкупило, как он рассказывает про то, что я не буду говорить там, что делать, я просто расскажу на основе каких как бы логик я там принимал, там, те или иные решения. И мне это в свое время тоже кликнуло, когда я эту книжку читал, потому что, вот, если чуть назад вернуться, я сказал, что я много биографий прочитал, и, ну, мне было, допустим, лет 20. И я там эти автобиографии читал одну за другой. Не знаю, сколько я их перечитал. Были крутые, очень крутые, очень плохие и так далее. А почему я их читал? Потому что я подумал, ну, мне подалась книга какая-нибудь, я думал, так, опа, основатель Макдональдса. Сейчас я ее прочитаю, я буду такой же крутой, как он. Там в книге будет написано, что надо делать и что делать не надо. И я все пойму. И по мере того, как я все больше читал этих автобиографий, у меня накопилась вообще великая фрустрация на эту тему, потому что я понял, что все вот эти люди, они вообще разные вещи советуют. У них путь к успеху совершенно был разный. И они порой советуют вещи вообще друг другу совершенно противоречащие. И после этого я с вот этими автобиографиями в какой-то степени завязал. Вот если возвращаться про мои принципы, систему принятия решений, то в Маккензе, ну, мне кажется, что это что-то похоже на пирамиду масла. Я думаю, что у каждого человека он проходит несколько стадий понимания и отношения к тому, что он делает. Первое, это когда ты ищешь что, где тебе много платят. Ну, то есть ты, например, только закончил универ, у тебя нет денег, ты хочешь найти работу, которая позволит тебе прикоснуться к каким-то вещам, которые бы ты без денег не смог бы обеспечить себя, там, лучшие условия для себя создать и так далее. У тебя это был, как раз, консалтинг? Ну, у меня это был консалтинг, ну, первые годы консалтинга, несмотря на то, что ты зарабатываешь, конечно, там, не огромные деньги, но ты зарабатываешь очень много по меркам России. То есть на старте я зарабатывал, не знаю, может быть, в пять раз больше, чем средняя зарплата ребят, с которыми я учился. То есть это был прям сильный разрыв. И с учетом того, что до этого я жил, опять же, на 100 долларов в месяц, для меня это было очень много. Дальше получается как? Что когда у тебя вот эти потребности закрыты, то ты начинаешь думать, окей, а что дальше? Как быстро я здесь учусь? И к чему меня вообще это ведет? Вот с точки зрения какого-то саморазвития. И когда потребность к саморазвитию тоже закрыта, в этот момент, мне кажется, ты перестаешь уже думать о себе и начинаешь думать о том, окей, а вообще какой, в принципе, здесь для мира импакт? Да, вот что из того, что я делаю, влияет на мир? Вот, в принципе, из Макинзи уходя, да, я вот на эти три вещи смотрел. То есть, грубо говоря, ну, у них были разные веса, но смотрел на них три, да. Ну, и поэтому, когда начинал свой бизнес, то тоже смотрел в основном на вот эти вот три аспекта. Какие-то из них там поменялись не сильно, какие-то поменялись сильно, но в целом, мне кажется, что вот как бы свой бизнес это... То есть, когда ты SEO, ты типа няня, а когда... Наемный SEO. Да, да, да. А свой бизнес, это ты ребенка родил. И есть разница, да. То есть, все равно, то есть, любая там... Ты можешь быть очень хорошей на няне, и ты можешь там очень любить ребенка, который у тебя дали вот на попечительство, можешь желать ему всему хорошему, всего хорошего, но все равно это не твой ребенок. Когда ты SEO, это твой ребенок. И вот тут я прям разницу в отношении почувствовал. По-другому начинаешь чувствовать. А три принципа, это какие? Ну, это не три принципа, это скорее вот три как бы три шкалы, по которым там я оценивал. То есть, грубо говоря, там payroll, потом скорость обучения, потом влияние на мир. Но они в какой-то степени, ты знаешь, ты можешь их варьировать, потому что там ситуации, в которые ты попадаешь, они влияют к тому, что там важность одной поменьшается, другой увеличивается и так далее. А сейчас что главное для тебя? Скорость обучения, наверное. А сейчас средняя. Она очень легко конвертируется в первую и третью, потому что когда ты быстро учишься, ты очень легко заработаешь деньги, и ты очень легко придешь в точку, которую ты делаешь. Ну, правильные вещи для мира. То есть, то, что ты делаешь, оно влияет на него в позитивную сторону. Сколько процентов времени ты учишься, или ты все, что ты делаешь, ты учишься, как у тебя это вообще работает? Тут тяжело, наверное, какой-то точный процент ответить. Ну, знаешь, тяжело определить, что такое учишься. Вот ты там какую-нибудь статью прочитал, интересную, ты типа учишься, наверное, да. На работе ты там сложные ситуации разруливаешь, ты учишься, тоже да. Ты книжку прочитал, какую-то фикшн хорошую, ты учишься, тоже да. Мне кажется, обучение, это же процесс такой, записи информации на подкорку, он бесконечный. Тут просто вопрос скорости обучения, может быть, когда ты какой-то там контент потребляешь, который там не очень такой как бы более интертейнен и не очень, не много информации тебя несет, ты, наверное, учишься чуть медленнее. Вот. Но я не только учу эти стульции, я много развлекаюсь. Ну, понятно, судя по истории про Сэма. Как быстрее учиться в крипте? Вот ты пришел, вот как ты вообще вникал в сферу? Ты, понятно, что-то знал, ты, парень там умный, эрудированный, интересовался, понятно, знал, что такое Бетховены. Да, возможно, даже что-то большее. Но там глубоких у тебя вот знаний не было. Ты, наверное, не был подписан на 150 крипто-твиттеров, которые там все читают там в индустрии и так далее. Что ты делал, какие вот у тебя были шаги? У тебя же наверняка есть какие-то лайфхаки, это еще из консалтинга, когда тебе нужно было в новую сферу вникнуть, типа там в какой-нибудь там телеком или еще во что-то, который ты не так много понимал. И быстро, быстро стать экспертом, чтобы потом приехать в какую-нибудь шахту, да, в которую ты приезжал, и перед этими ребятами в касках не быть лошпедом. Вот, как не быть лошпедом перед криптонами? Вот у тебя какой был секрет? Ну, с ребятами с касками, мне кажется, там свои, как бы, рецепты. Когда я приехал в... У меня первый проект был в Норильске, в BCG. История была следующая. Я пришел в BCG на тренинг. То есть, я попал на работу, и первая неделя была тренинг. И тренинг делился на две части. Часть такая про контент, типа там, как слайды делать хорошие, там, что клиенту говорить, что не говорить. И часть про процессы была достаточно такая дурацкая, типа там, как зарплату получить или там, что делать, если тебе там в командировку нужно слетать, типа там, как билеты купить, чтобы тебе вернули деньги, например. И был один день тренинга, когда, значит, ну, приходит, ну, введет, приходит девочка, которая его ведет. И, ну, сама суть тренинга про то, как, что делать, если вас отправили в командировку. А я стажера, я еще даже универ не закончил. Мне надо еще диплом сдать. Я думаю, блин, ну, кто стажера отправит в командировку? Я не буду это слушать сейчас, потому что к тому времени, когда меня захотят отправить в командировку, я же все равно забуду, о чем здесь говорилось. Но я просто приду и узнаю, как бы, как там билеты купить на самолет. Зачем я сейчас запоминаю, там, где это, как это. Вот. Ну, я, естественно, тренинг прослушал, проходит там два часа, мне партнер пишет, типа, Саша, привет, вот я такой-то, такой-то. В Норильске есть проект, проект прикольный, полетишь. Ну, я не могу сказать нет. В тот момент непонятно было, могу или нет. Ну, я подумал, прикольно. Вот. Я полетел туда, я собрал там за первые, там, пару дней. Я чувствую себя персонажем анекдота, потому что я собрал все какие-то вот такие клише из кейсбуков в стиле, типа, девушка закончила Гарвард и пришла на заботу объяснять рабочим, как тут, значит, им все переделать, чтобы было лучше. Вот. Меня встретил человек, ну, там, которым мне предстояло, там, во время проекта общаться. Он встретил меня словами, типа, а ты из BCG? Слушай, были тут твои коллеги, еле их выгнал. Вот. И дальше он сказал абсолютно такую клишейную фразу, прямо вот как из кейсбуков он говорит. Сколько тебе лет? Я говорю, типа, 22. Он говорит, а я в этом бизнесе 26. Чему меня учить приехал? Вот. И, в общем, да, это классика консалтинга. Слушай, к вопросу про то, как быстро учиться. У меня был преподаватель в универе, которого все почему-то боялись. Мне он казался, там, одним из самых интересных преподавателей, который у меня был. У него было любимое упражнение. То есть, что такое ДЗ вообще в Бауманке? ДЗ в Бауманке, это обычно вот на старших курсах, это программа, мы их делали в Маткаде, которая что-то рассчитывает. Ну, не знаю, есть какая-то труба, и ты рассчитываешь, например, скорость воздуха в начале и в конце. В общем, какие-то такие параметры. И эти программы все обычно, ну, поскольку количество задач конечно, а студентов много, то достаточно сделать одному человеку такую программу, после чего все могут ее скачать, распечатать и сказать, вот моя. Ну, можешь там переименовать переменные, шрифт поменять, сделать, в общем, вот этот весь любимый, знаешь, такой как бы антиплагиатный мир студентов, чек-лист пройти по нему и сделать так, что как будто это ты сделал сам, но ультимативно, конечно, ты сделал не сам. Сейчас это можно чат G5 делегировать. Да, сейчас все проще. И, значит, этот преподатель любил такую штуку делать. Он пытался понять, понимаешь ли ты причинно-следственные связи, поэтому он говорил, вот давай на входе сечение трубы уменьшим в два раза, что будет там, скорость воздуха в конце. А сам программа, сам вот этот текст расчетов, да, это там не одна формула, допустим, 20 страниц. И ответ там будет не такой, что она там типа в два раза уменьшится, а будет какой-нибудь стиль, там, она уменьшится на там два в степени, там, логарифм, то есть там какая-то сложная будет зависимость, непростая. И он таким образом проверял, понимаешь ли ты реально, что ты ему принес, или не понимаешь. И вот мне кажется, вот это очень важный компонент образования, который в целом часто у плохих учителей отсутствует, когда они заставляют тебя зубрить, знать какие-то факты, но не понимать, что к этим фактам привело, и что из них следует, и что может сделать так, что эти факты повторятся, например, в случае истории. И я, когда начал вот такой крэш-корс в крипту, и мне надо было там быстро понять, что вообще про крипту думаю, и принять офферы или отклонить, я начал какие-то книжки читать, которые мне рекомендовали. How to Bitcoin какой-нибудь? Да все перечитал. Вот, я начал, значит, я скачал там, ну, может, книг 15, да, то есть, и я начал их все читать, все кроме одной выкинул. Почему? Потому что они все были про вот какое-то дескриптивное описание фактов, и вообще, в принципе, я тогда, я еще тогда кинул клич в соцсетях, написал, типа, чуваки, кто в крипте хорошо разбирается, напишите мне. Мне написало какое-то количество людей, я с ними пообщался, я думаю, блин, так из вас вообще никто ничего не понимает, потому что человек может рассказывать тебе дескриптивно какие-то факты, типа, биткоин, всего биткоинов может быть 21 миллион. Но он плывет, как только ты задаешь ему какие-то вопросы, почему? Может быть, один почему? Может быть, ты ему два раза задал почему? Ты говоришь, почему 21 миллион, а почему так, а почему такое количество транзакций в секунду, а почему вес блока вот такой, а что будет, если вес блока уменьшит в два раза, а что, если увеличить, а что, если вот это вот то? И вот мне кажется, вот очень редко где реально объясняются причины средственной связи. Типа, почему так? Почему человек, когда делал биткоин, там, Сатоши на кому-то, или группа людей, непонятно, но почему вот, когда Сатоши делал биткоин, он сделал его, ну, именно таким, почему были приняты те или иные решения. Поэтому, если ты хочешь разобраться в крипте, мне кажется, вот нужно либо найти человека, который будет готов отвечать на вопросы, почему, либо найти какую-то книгу, которая вот хорошо отвечает на эти вопросы, почему. А у тебя как было? Ну, вот, в моем случае, книгу нашел, но потом еще нашел человека, который круто разбирался, тоже мне помогло. Книгу какую, кстати? Слушай, я боюсь посоветовать, потому что я не помню, как она называется. По-моему, это был... В общем, давай после подкаста я тебе пришлю, мы вставим ее, потому что если вы слушаете это в аудио, перейдите на YouTube и посмотрите. Потому что я уже, да, я уже давно, как бы, ее к ней не возвращался, надо посмотреть, вот, но книжка хорошая, в общем, она, опять же, она хорошо объясняет, как это все работает с точки зрения технологии. А, и все ссылки на книги у нас в описании. Есть еще книжка такая, вторая, из «Биткоин стендард», это про то, типа, почему биткоин это круто. Но она такая, немножко ангажированная, я бы сказал. Там есть очень много аргументов за, практически нет аргументов против, но аргументы за прикольные. И, в принципе, вот она тоже полезная. Но она про другое, она про то, типа, а почему это прикольно, типа, в чем фишка, зачем. То есть ты сделал себе вот этот крэш-корс, обчитался, потом пообщался с компетентными людьми и почувствовал себя увереннее, я так понимаю. Ну, просто понял какие-то базовые принципы, по которым это все работает. Но тут тоже, знаешь, надо понимать, что то, что мы делаем, оно не совсем про крипту, на самом деле. А расскажи, кстати, вот многие же не знают, чем ваш фонд занимается. Мы строим стратегии и алгоритмы, которые выполняют эти стратегии, которые делают какие-то действия на рынок крипты. Ну, чаще всего это торговые операции, купил-продал. То есть, по сути, типа трейдинг, и зарабатывают на том, что этот рынок математически неэффективен. Вот если так раз. Объясни, что значит математически неэффективен. Ну, простейший пример это, допустим, когда у тебя есть две биржи, на них есть один и тот же актив, и он стоит по-разному. Это называется арбитраж. И если ты можешь купить на первой бирже, перенести на вторую и продать, то ты заработал. То, с чего начинал тот же Сэм. То, с чего начинал тот же Сэм, да. Но, естественно, по мере того, как рынок эволюционирует, и по мере того, как люди видят такие возможности, естественно, формы, которые этот арбитраж принимает, они меняются очень сильно. Потому что Сэм начинал с того, что там делал арбитраж руками, сейчас руками делать арбитраж невозможно, и это гонка на скорость. То есть, это такое, в какой-то степени, олимпиадное программирование. Если я сделал алгоритм, который быстрее работает, чем тот, который сделал ты, и он быстрее запускается, его быстрее исполняет биржа, то я успел, я заработал. А ты не заработал. И, как правило, еще немножко потерял, потому что потерял на комиссии, сделал транзакцию не ту, которую хотел позже меня и так далее. И то, что мы занимаемся, на самом деле, это, по сути, такая ресерч-лаба, которая занимается олимпиадным программированием или, там, не знаю, олимпиадной экономикой, если кому-то, олимпиадными финансами, да, там, квантативными. Но, по сути, мы могли бы точно так же заниматься, мы могли бы торговать, там, фьючерсами на зерно или писать алгоритмы, которые играют в покер, например. Это не настолько, как бы, это не сильно разные вещи. Причина, почему мы занимаемся криптой, несмотря на то, что мы, там, ну, неплохо к ней относимся, она не в том, что, там, это крипта, а в том, что это, выражаясь таким термином MBA, такой Blue Ocean рынок, то есть рынок, где нету еще сильных доминирующих игроков, типа, там, Дж.П. Моргана или Goldman Sachs этого мира. И они периодически грозятся туда, то есть, там, каждый раз, когда курс биткоина, там, делает, скажем, существенный гейн, туда приходит какой-нибудь Goldman и пишет статью про то, как они скоро, там, будут что-то делать в битке, ну, потому что это становится резко модно, все про это говорят, и клиенты тоже их спрашивают, а что, когда крипта. Вот, каждый раз, когда курс биткоина, там, падает, они делают вид, что всегда считали, что это скам. Но пока по-настоящему их там нет, поэтому это та битва, тот полигон, где может рожаться молодая команда, там, талантливых математиков, инженеров и программистов, и, ну, вот, как бы, побеждать инкумбента, которого, по сути, здесь, ну, есть, но, как бы, толком и нет. А кто, вот, лидер рынка мира в этой сфере? Очень тяжело сделать такое, знаешь, как бы, назвать какого-то лидера, потому что тут есть два нюанса. Первое, все делают немножко разные вещи, то есть, разные типы стратегий. Второе, сама по себе индустрия очень скрытая, и, как правило, люди, которые в ней работают, ничего не рассказывают про то, что они делают, сколько они заработали и так далее. Ну, это объясняется очень просто. Если ты открыл возможность заработать на таких вещах, то она, по сути, доступна всем. Ну, с какой-то степени, окей. Не всем, у кого есть какая-то приемлемая технологическая инфраструктура. И, соответственно, дальше, если ты про что-то рассказал мне, то я могу пойти и сделать то же самое. И ты в тот же момент начнешь зарабатывать в два раза меньше. А потом я еще кому-то расскажу и так далее. Поэтому тут очень тяжело сказать, кто... То есть, есть какие-то трейдинговые команды, которые там считаются крутыми, но сколько реально там они зарабатывают и на чем они зарабатывают, и так ли, как они говорят, непонятно. Вот, поэтому тут тяжело сказать, что вот эти вот пацаны самые крутые. Ну, кстати, ну, например, считалось, что там Alameda Research, это вот биржа, тьфу, не биржа, это оговорился. Alameda Research, это вот те там трейдеры самые, которые друзья Сэма и Сэм в том числе, что это там очень крутые там чуваки. Но оказалось... Оказалось, что это не так. Но оказалось, что они просто на деньги инвесторов там гэмблингом занимались. Поэтому тут тяжело, как бы сказать. Точно так же я думаю, что есть какая-нибудь крутая трейдинговая команда, и может оказаться, что там они не за счет трейдинга зарабатывают, а за счет чего-то там... Отмывания денег. Да, чего-то другого. Знаешь, как вот эти миллиардеры, типа криптомиллиардеры, которые на самом деле там вообще фиг пойми как свои деньги заработали, но криптают всегда удобный такой щит. Типа, а я просто биткоин купил по одному доллару и вот додержал до 60 тысяч, поэтому я такой богатый. На самом деле там может быть все по-другому. Но я смотрел, когда вашего фонда презентацию, вы там все-таки раскрывали определенные ваши ноу-хау, куда вы инвестируете и как вы зарабатываете. Даже там процент доходности, по-моему, был. Ну, это базовые принципы, да. То есть такие вещи ты можешь делиться. То есть ты не делишься каким-то ноу-хау. То есть ты можешь сказать, я делаю вот такую стратегию. И это очень важно говорить, потому что у нас есть часть со своими деньгами, где мы можем делать все, что угодно. И у нас есть часть с клиентскими деньгами, где мы можем и будем делать только то, о чем мы договорились. Я понимаю, дела у вас хорошо, доходность у вас какая-то довольно была впечатляющая, когда я смотрел. Ну, впечатляющая, но... Слушай, мы зарабатываем, наверное, последний год-три мы зарабатывали где-то там 20% годовых нет. Не в зависимости от того, рост рынок или падал. Да. Потому что вы используете вот эти нефективности. Ну, потому что мы не покупаем и ничего не продаем. То есть мы не занимаемся спекуляциями. Ну, это такая, в принципе, прикольная доходность. Но это, конечно, не иксы. Но мы не занимаемся вот этой темой, типа там, срочно разбогатеет на крипте, иксы и так далее. У меня есть, как бы, я периодически где-то там выступаю на конференциях, там, куда-то прихожу, поговорить о крипте. Не очень часто это делаю, но вот периодически бывают. И у меня вот прямо есть такой паттерн, когда после мероприятия ко мне подходит человек и говорит, а сколько вы зарабатываете? Я говорю, ну, допустим, там, не знаю, 20% в год или там 25%. Он говорит, а мы 100%. Я говорю, понял. А он говорит, что так мало? А мы 100, типа. И вот на каждый год эти люди разные. То есть они один год, может быть, 100 зарабатывают, потом их больше нет. Важен трек-рекорд. И важно, как долго ты можешь это делать, потому что ты можешь, ну, ты же можешь легко зарабатывать, знаешь, в стиле пойти там поставить все на черное, и если выиграл, то ты удвоился. И тебе может даже, там, несколько раз повезти, ты можешь удвоиться несколько раз. Вот тут та же самая история. То есть ты можешь делать стратегии, которые очень тяжело, как бы, оценить ее реальный перформанс, не имея большого количества данных. Ну, для этого разные инструменты применяются. Там, бэк-тест, когда ты назад смотришь. Ну, когда ты смотришь назад, есть такое понятие, как оверфитинг, когда ты сделал стратегию, которая идеально круто отторговала последние полтора года, но не потому, что она крутая, а потому что, там, модель ты так обучил, и фичи такие взял, что, грубо говоря, фактор оптимизации последние полтора года. А следующие полтора года, она, может, там вообще в минуса будет. Поэтому в этом плане это вот такая история, знаешь, тут важно понимать, что ты делаешь, и поэтому мы как раз про это рассказываем, и очень четко пытаемся с инвесторами, там, и нашими клиентами проговорить, потому что у каждой стратегии есть свои риски. И очень важно, чтобы инвестор с нами был на одной волне, и очень четко понимал, какие тут риски, и почему они возникают. То есть что именно мы делаем, и почему тут можно потерять деньги, и сколько тут можно потерять денег, чем это черепато. Какая роль у машинного обучения в этих ваших стратегиях? Насколько процентов там ИИ делает работу, насколько человек? Это зависит от стратегии, потому что все, что связано с... То есть, в принципе, этот сектор можно поделить на две части. Есть так называемый centralized finance или CFI. Это вот, например, биржи, типа там, Binance или FTX был такой биржей, да? И это decentralized finance или DeFi. И это вот, я думаю, что большинство твоих зрителей примерно там понимают, и может быть, хорошо понимают, что это такое. Но если там два слова сказать, то там, если биткоин, это был такой эксперимент по созданию децентрализированных денег, которые не подвластны одному какому-то имитенту в виде там государства или какой-то сущности, которая эти деньги печатает, то DeFi это, по сути, надстройка над криптой, которая привносит в нее все эти инструменты, которые в обычной финансовой системе есть. Типа там кредиты, деривативы, ипотеки, депозиты и так далее. И, соответственно, DeFi, у него есть ряд прикольных особенностей, но он очень плохо автоматизирован. И там есть вещи, которые проще делать руками, чем не руками. Но там также есть там сферы, где работают только роботы. Например, есть такая концепция MEV, MEV, Miner Extractable Value или Maximum Extractable Value. Дефиниция менялась, но суть в том, что это такой набор стратегий, которые связаны с тем, что в блокчейне, поскольку все транзакции видны, и ты видишь, что кто-то, например, видит, кто-то делает какой-то арбитраж, ты можешь скопировать его транзакцию, дать майнеру чуть-чуть больше денег, чтобы он включил транзакцию первую и на этом заработать. И вот таких там комбинаций может быть очень много, и когда начинаешь этим заниматься, там такая 3D-шахматная партия начинается, потому что есть боты, которые ловят возможности какие-то, а есть боты, которые ловят ботов, которые ловят эти возможности, а есть какие-нибудь еще следующие настройки в виде ботов, которые делают фейковые вот такие возможности, и типа ловят их на живца вот первых и вторых. То есть там есть очень много всяких таких интересных вещей, и там 100% алгоритмы. Во всем, что касается C-Fi, там тоже 100% алгоритмизация, потому что ты не можешь, ну, там сумасшедшие скорости, то есть у тебя, как правило, счет идет там на микросекунды или на миллисекунды в зависимости от того, что это за операция, что это за стратегии и так далее. Чтобы успеть поймать вот эту разницу. Да, конечно, потому что это гонка. И это гонка как программная, так и технологическая. Поэтому руками, ну, ты ничего не можешь там руками сделать. Это бред, то есть ты будешь просто заниматься такой фикцией. Я вообще очень, несмотря на то, что я в какой-то степени занимаюсь и криптой, и трейдингом, у меня очень такое как бы осторожное отношение и к понятию крипты, и к понятию трейдинга. Вот классический трейдинг, когда там, знаешь, вот эти красивые рекламы в Инстаграме, когда сидят чуваки, там у них ламба в офисе, они там что-то... Сигналы продаются. На какие-то графики с очень умным видом, их там по 10 мониторов, они с очень умным видом на какие-то там графики смотрят, какие-то паттерны рисуют, вот эти все там падающие молотки, там плечи гоблины и так далее. И вот эти все дурацкие конструкции, и потом что-то там покупают и продают. Вот у меня очень понятно скептическое отношение к этому всему. Вот, ну, это такое казино типа. Вот, поэтому мы таким не занимаемся. Интересно, как ты к личным инвестициям относишься? Сколько у тебя процентов твоих сбережений в крипте, сколько в традиционных активах, как ты диверсифицируешься? Насколько агрессивна у тебя стратегия? Мне кажется, что тут, знаешь, стратегия всегда должна зависеть от ситуации и потребностей человека. Например, если у тебя там трое детей, тебе нужно семью кормить, а у тебя, не знаю, нету, например, какого-то источника дохода прям очень крутого, да, то делать агрессивный портфель – это глупо. А в какой-то другой ситуации делать агрессивный портфель – не глупо и правильно. У меня был, наверное, достаточно агрессивный портфель, потому что я очень сильно зашел в ковидную просадку. Практически там… Акции? Да, вообще в основном акции, но немножко крипты. То есть после того, как в 20-м году все упало, ты зашел на всю котлету, как говорится? Да, да. Ну, у меня, ну, как бы, то есть… Сколько процентов акций, сколько крипты? Ну, в основном акций, может, процентов 80-90 акций там какие-то. В зарубежных компаниях? В основном, да. Америка или Китай или что? В основном Штаты были, да, в основном Штаты. Но это было отражение, то есть смотри, любая инвестиция – это отражение какой-то логики, да, и любая инвестиция – это ставка. То есть ты, когда покупаешь акцию, ты ставишь на то, что она вырастет, кто-то… А кто-то тебе ее продает, и он делает противоположную ставку. То есть вы пари заключаете, да, контракт, по сути. Как любой дериватив, это тоже контракт. Поэтому это была ставка на то, что… Она могла и не оправдаться, но моя личная вот вера в тот момент была, что переоценен эффект ковида на экономику. Ну, вот там какие-то статьи почитал, посмотрел, как люди реагируют, было ощущение, что слишком много паники, что, ну, там, болезнь как бы сильная, но вряд ли она там действительно экономику в два раза угробит, да, там, условно. Плюс те меры, которые обычно как бы вот помогают с такими вещами бороться, они тоже, ну, вот как денег много напечатали, и все выросло, да, они тоже вот в этом плане как бы помогают тем, кто в этот момент занимает длинную позицию, то есть держит акции какие-то, портфели. Ну, я не могу сказать, что ты какой-то, знаешь, то есть это, к этому можно по-разному относиться, то есть просто в какой-то момент показал, что это сделать разумно, и я это сделал, вот. Но сейчас как бы большая часть этого всего, ну, значимая часть этого всего заморожена, например. Твоих акций? Ну, в том числе, как в ETF-ах, я тоже смотрел там твой какое-то интервью, ты говорил, что у тебя там часть заморожена, у меня тоже часть заморожена. Обидно. Вот, и, ну, тут можно по-разному, то есть можно продавать по неравичной цене, там можно нажать, я держу. Правильно, неправильно, непонятно. Есть надежда, что все-таки когда-то разблокируют. Видишь, преимущество крипты. Там ничего не заблокировали. Да, тут познали на самом деле, мы последние несколько лет много преимуществ крипты. Вообще крипта – это прикольно. В ней действительно, на мой взгляд, нереальное количество скама. У меня есть, ну, достаточно простая теория на этот счет, что это так, потому что у тебя есть очень понятная точка ликвидности, то есть выхода из проекта. То есть, например, если ты просто открываешь обычный стартап, и ты не очень честный предприниматель, и ты хочешь обмануть инвесторов, то тебе тяжело действительно на этом как-то нажиться. То есть ты можешь дорейзить какой-то раунд и ничего не делать, но окей, ты их обманул, ты себе зарплату какую-то платил, и все. Может быть, ты там этот раунд себе присвоил, но это очень редко какие-то такие вот «фак ю мани». Ну, заработал ты, может быть, несколько сотен тысяч долларов таким образом, и навсегда угробил свою репутацию. Да, и больше тебе никто никогда не даст денег, и непонятно вообще, там, найдешь ли ты какую-то прикольную работу после этого, чем вообще что-то дальше ты будешь делать. А в крипте это немножко по-другому, потому что ты можешь, у тебя есть точка ликвидности в виде экзита, в виде продажи токенов. Поэтому ты можешь обмануть кучу народу и стать там долларовым мультимультимиллионером. Поэтому привлекает огромное количество таких оппортунистов, всех вот этих последователей схем типа «get rich quick» и так далее. Но вот если вот отбросить вот этот момент, что действительно много проектов, они являются либо скамами, либо проектами без такой, знаешь, как бы intrinsic value какой-то, то есть, которые ничего нового не создают. Фаундер может, значит, считать, что он не скамер, может считать, что он что-то классное делает, но на самом деле делает кучу пуху. Вот если это отбросить, то есть очень крутые, на мой взгляд, use case. Поговорим сейчас про use case, просто чтобы закрыть тему с личным инвестированием. А сейчас у тебя какой подход? Вот у тебя большая часть портфеля была в акциях, сейчас какая-то существенная часть заморожена, а вот остальными деньгами как распоряжаешься? Я не дергаюсь особо. То есть у меня, ну, тут тоже, знаешь, как бы я не могу сказать, что это правильный подход. То есть я же не Ворон Баффет. Ворон Баффет в последнее время тоже не показывает каких-то успехов. Ну да, да, да. Но у меня такой подход, что я просто не очень люблю дергаться, типа, знаешь, что-то там покупать, продавать, там спекулировать и так далее. Потому что на самом деле на этом очень редко можно заработать, если ты не инсайдер. То есть если у тебя какие-то есть инсайды, то есть ты делаешь инсайдер трейдинг, что, в принципе, ну, является там уголовным преступлением в значимом числе стран мира, то тогда ты можешь на этом действительно очень много заработать. Но если нет, если тебе доступна, в принципе, вся та же информация, что другим людям, то способность зарабатывать на вот таких сделках, она встречается очень редко. И вот я знаю пару людей, которые действительно на этом зарабатывают. Ну, мне кажется, что это скилл, который вот, ну, это прямо вот человек много-много лет потратил на то, чтобы научиться круто анализировать. А если просто, вот знаешь, типа статью на Блумберге прочитал, что типа завтра, не знаю, там какой-нибудь завод новый открывается где-то, там производящий, там, не знаю, электробатареи, ты решил на этом круто проспекулировать. Ну, мне кажется, это фейл. Думаю, я не дергаюсь, у меня какой-то есть портфель, и там периодически я что-то там подкупаю или подпродаю, но это очень-очень такие разовые сделки. Они очень долгосрочные, и они очень сильно отражают какие-то мои взгляды на, там, очень длинный горизонт. Длинный горизонт и далекие перспективы. И очень далекие перспективы, и вообще будущее. Смотрю обычно куда-то. Смотри, у тебя фонд, вы, ну, кажется, успешно работаете, 20% годовых в долларах на протяжении, там, трех лет. Понятно, что, может быть, там, это недостаточно, чтобы судить на 100%, что вы красавчики. Может быть, вы как раз те ребята, которые сделали выгодные ставки, да, там, дальше будет так. Три раза подряд. Три раза подряд. Да, может быть, может быть. Вот. Но, ну, я думаю, что раз ты этим занимаешься, ты, наверное, уверен в том, что вы на правильном пути. Почему не положить существенную часть своих активов тогда в свой же фонд, если доходность 20% годовых в валюте, это, ну, то, что даже Воррен Баффет не может сейчас делать? Не, прикольный вопрос, правильный. И, на самом деле, там, и у меня, и у моих партнеров почти у всех лежит значимая часть денег. Ну, значимая, это все равно... Но не 100%. Ну, не 100%, конечно. Но 100% нельзя никуда, никогда, ни при каких условиях. Неважно, как ты уверен, нельзя. Потому что, ну, все может случиться. Ну, при этом 80% в акциях у тебя было. Ну, это же не одна акция. Это же как бы... Так у вас же тоже не одна группа. Ну, смотри, тут есть... Ну, конечно. Не, ну, тут все равно есть отличия. Смотри, например, там, когда у меня лежали деньги в акциях, да, они лежали... Ну, во-первых, это был не только американский рынок, там, несколько рынков. То есть, американский в основном был европейский, немножко китайского. И это уже, ну, какая-то дельфикасса, да, потому что у тебя, в принципе, конечно, там, все эти экономики взаимосвязаны, и они, в принципе, как бы есть какие-то циклы, которые такие глобальные. Но все равно там они могут идти, там, быть не скоррелированные, идти в разрез друг к другу. Там одно растет, другое падает. А брокеры тоже разные были? Нет, один. Ну, вот это, кстати, неправильно. Вот. Брокер был один, то есть, тут точно риск вот этот есть, да. В крипте, смотри, ну, как минимум тебе нужно брать exposure на стейблкоины. То есть, тебе нужно... То есть, ты, когда там занимаешься чем-то в крипте, ты всегда держишь стейблкоины. Вот мы держим много стейблкоинов. И USDT, и USDC. Мы держим, да, это обычно там самые надежные стейблкоины, типа USDT, и USDC. Да, есть такой децентрализованный стейблкоин. Немножко бы USD, это стейблкоин Binance, да. Но ты все равно вот держишь системный риск, что что-то будет не так со стейблкоинами, да. И на самом деле, ну, надо как бы понимать, я всем нашим инвесторам достаточно откровенно это говорю, что даже несмотря на эту диверсикацию, то есть, даже несмотря на то, что мы держим там USDT какую-то там часть, например, там четверть или треть наших активов, если USDT крэшнется под ноль, то эффект это очень тяжело предсказать. Ну, может быть, вся крипта схлопнется. Может быть, вся крипта вообще схлопнется, да. Ну, потому что у тебя будет целая сеть там каскадных ликвидаций, потому что я под этот USDT взят где-то долг, а под этот долг еще что-то там, выписан какой-нибудь дериватив, не знаю, абсон и так далее. То есть, у тебя это как взрыв там ядерной бомбы, у тебя есть такая как бы первая волна импакта, да, там сам взрыв, а дальше есть и радиационное заражение, там и взрывная волна и так далее, и другие последствия. Вот здесь вот тоже есть такие последствия второго порядка. Поэтому здесь надо понимать, что в крипте может быть большой коллапс. Это вообще как бы абсолютно, ну, там, допустимая вещь. Случится ли это там ближайший год, два, там, пять, не знаю, не знает никто, но может ли это случиться, может. Большой ли шанс, что это случится? Нет, небольшой, но 100% денег нельзя держать там ни в одном инструменте. Ну, и там все наши клиенты, там, с которыми я общаюсь, никто не держит там больше нескольких процентов у нас. И это абсолютно правильно, я никогда не буду человеку, который там уже несколько процентов денег держит, там, пять, десять, приходите, говорите, давай больше. Это нельзя делать. Какая бы крутая команда управляющих не была там, какие бы надежные инструменты, стратегии не были, первое, что ты должен делать, всегда держится и рост. И мы точно так же, внутри у нас там не одна стратегия, а двадцать. Ну да, если после краха Terra Luna, который был явно менее популярным, да, стейблкоином, что столько всего произошло, то после краха какого-нибудь USDT, это будет жесть. Вы, кстати, в USDT держали? Слушай, мы не держали, и по этому поводу тоже есть история, потому что мне было интересно, ну, как бы до краха UST я прослушал один подкаст, где Дуквон, основатель Луны, он, значит, ну давал там интервью по тому, как это работает. И тогда Луна только набирала, вот эта Terra Luna набирала свою популярность. Мне было интересно разобраться тоже, так же, как с биткоином, типа, как это работает. И, ну, я решил такой свой небольшой ресурс сделать. И, ну, в принципе, вообще до этого был другой стейблкоин, который точно так же работал. Была такая пара Iron и Titan, железо и титан. И там была такая же схема, как с Луной USDT, то есть там стейбл, который привязан к токену основному, да, и который в том числе обеспечивается там миссией или забором с рынка этого основного токена. И, соответственно, дизайн, сама система была точно такая же. И я думаю, блин, и вот этот Iron и Titan, он крэшнулся. Это было там 34 года назад, может быть. И я думаю, блин, интересно, почему тогда, вот что поменялось, почему там USDT и Луна не крэшнятся. Ну, и я решил там погуглить, просто посмотреть, кто что на эту тему пишет, потому что, в принципе, вопрос достаточно очевидный. Странно, что его никто себе не задавал. Я нашел тред на Reddit, где, значит, человек вот в теме задал такой же точный вопрос. Он говорит, а вот был же там Iron и Titan, а что вообще отличает Луну от этой предыдущей вот итерации такой же концепции? И ему отвечают, я думаю, о, интересно, надо почитать. Ему человек отвечает. Ну, отличие в том, что у Луны есть внешний revenue, а у них был действительно там ряд сервисов. Там какой-то payment solution был в Корее, что-то там еще. Я уже даже не помню, как это все называлось. Ну, дополнительные источники дохода. Да, да, да. Какие-то дополнительные источники дохода, которые в систему вносят деньги, которые ты откладываешь, и которым, если что, ты можешь свой свойство облакоин обеспечить. Стапфонд. Ну, такой стапфонд, типа, да. Ну, и дальше я сделал очень простой ресерч. Я погуглил как бы revenue. Сколько размер, да? Да, сколько размер revenue. Revenue был там 10 миллионов долларов, допустим, там, в месяц. Ну, вот порядок был какой-то такой. Сильно меньше, чем... Да, капитализация, да, там, луны был там миллиардный, да. Поэтому было очевидно, что это какая-то такая история, которая с большой вероятностью скоро схлопнется. Но там действительно были привлекательные, такие очень привлекательные условия. Я знаю людей, которые там прям чуть ли не все свои деньги держали. Но я также знаю людей, которые там NFT очень много денег держали, там, миллион долларов и потеряли все. Ну, да. Ну, мне кажется, люди, которые все в UST держали какими-то слишком уж любящими риск. Ну, а FTX, да, было менее очевидно, что это крышница. Слушай, ну да, но тут, знаешь, надо понимать, что большинство людей, которые делают вот такие инвестиции, они в этом... Они плохо понимают риск. И я не хочу, чтобы это звучало с какой-то вот такой позиции высоты, типа, я понимаю риск, а вот они не понимают. Ну, в основном, это действительно вот люди, которые, ну, не занимаются финансами. И они плохо понимают, на что они идут. И я часто это вижу, например, какой-то проект там в крипте, что-то с ним случилось, и ты заходишь в комьюнити, там, в Твиттер, в Дискорд, и люди пишут, что они потеряли кучу денег. Ну, там, фаундеры обкладывают там трехэтажным матом, да, и там пишут, я кучу денег потерял, там, типа, верни мои бабки. И ты, читая, как бы, что они пишут, ты понимаешь, что человек абсолютно не понимал, как это работает. То есть, он просто увидел, как прикольная штука, и туда бахнул бабок. Типа, а что, клево, сейчас разбогатею. И, к сожалению, ну, вот это также делает неправильный инсцентив по самой индустрии, потому что там, где вот первоочередная история, это маркетинг, да, а не продукт, там всегда вот появляются такие проекты, которые все целое про маркетинг и, там, 0% продукта. И вот люди будут продолжать деньги, потому что там яркая, прикольная упаковка, быстро разбогатеешь, купишь ламба, вложись, 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 да, бабки свои. Поэтому, к сожалению, да, вот ты говоришь, ну, люди там дают, странно, что они туда кладут, да, странно, но они не понимают, что это большой риск. Не, я сам как бы вкладывался в степан и даже в амейзи, вот, но я осознавал, что это рискованный проект. Ну, это скам. И не все. Ну, тут я не согласен, что прям скам, но, конечно... Ну, можем зарубиться с тобой. Я думаю, это будет интересно обсудить что-то другое. Хотел спросить про вашу команду. Получается, что у вас в основном разработчики какие-то супер... Ну, у нас есть... У нас есть две как бы части нашего бизнеса. Одна про... Ну, если так прям очень сильно упрощать. Одна про экономику и другая про математику, ну, или программирование. И это, кстати, сама крипта, мне кажется, очень сильно про вот эти две вещи, экономика и программирование. И это прикольно, на самом деле. Потому что, в принципе, в крипте есть какие-то очень красивые вещи с точки зрения и экономики, и вот концепта, там, концептуальные как бы с точки зрения программирования. Поэтому у нас тоже как бы есть две части. У нас есть программисты, ну, достаточно сильные ребята такого сильного калибра. Там есть многократные победители, там, серосов, межнаров. Вот. И есть достаточно хорошие экономисты. Ну, люди, которые хорошо понимают крипту, там, знают эту историю. Там, один из моих партнеров, он, там, лет семь уже этим занимается фулл-тайм. Очень много всего видел. И это круто, потому что, когда у вас есть большой опыт, то ты, каждый раз, когда ты видишь какую-то новую штуку, у тебя кликает, потому что, ну, что-то похожее в какой-то реинкарнации уже когда-то было. И ты можешь пойти и посмотреть, как бы, как это было сделано и понять, ну, а что в этот раз поменялось. Вы сидите в офисе, где у вас? В Дубае? В Дубае, но часть команды находится в Баку. Ну, почему так? Исторически так получилось. Мы, когда уезжали. После начала войны, в смысле? Да. Ну, и есть своя специфика, потому что, например, в Баку в основном сидят разработчики, а в Дубае, скорее, все, что связано там с бизнес-девелопментом, там, коннекшенами и так далее. То есть, просто Дубай более крутой город для этого, потому что там больше нетворк, больше людей, там, вот какого-то такого human interaction, да? Ты там живешь? 50 на 50. Дядя, Москва, Дубай, ну, как бы туда-сюда летаю. Ну, честно говоря, я не могу себе ответить на вопрос, где я живу последние полтора года. Ну, вот хотел это обсудить, да. У меня тяжело как бы. И получается, вот ты существуешь между разными городами, были ли мысли на тему того, что нужно выбрать какую-то базу и где-то обосноваться, обзавестись там какими-то ВНЖ, паспортами и так далее? Слушай, ну, наверное, были, как и любого человека, который там сейчас находится в России, ну, или не любого, а у многих людей, да. Вопрос достаточно насущный. Я пока не нашел, пока не понимаю, потому что я пока не нашел там города, который бы мне нравился так же, как Москва, как ни странно. Москва прекрасна. Москву я очень люблю. Я жил в, пока работал в Маккензи, поработал в 10 разных странах. То есть я, в общем, пожил в разных городах совершенно. И есть классные города, которые мне нравятся. Я очень люблю Амстердам, там много времени провел. Там, не знаю, Лондон, мне кажется, классным городом. Ну, там интересно было пожить в Токио или в Нью-Йорке, например, да. Дубай прикольный город с точки зрения того, что большинство людей из России, которых ты знаешь, они либо остались из России, либо уехали в Дубай. То есть это, наверное, вот если там на всех... Криптаны, да. Ну, не только криптаны, слушай, на самом деле, если смотреть на общие, наверное, там всех людей, которых я знал в России, то процентов там 40, наверное, 50 осталось там, где они были, в основном это Москва, потому что я в основном был в Москве, процентов там 15 уехало там в Дубай, и дальше там по 5% какие-то там еще другие города. Да, но все равно 15% это намного больше, чем там 5,3, да. Ну, это у тебя довольно такой пузырь своеобразный, то есть у тебя, наверное, там всякие консультанты, финансисты. Ну, наверное, часть, да, конечно, какой-то, да, какой-то селекшн-байс точно есть. Ну, вот у меня в основном так, вот, поэтому, ну, Дубай, не знаю, свои плюсы и минусы есть, кто-то любит Дубай, кто-то не очень, можно там на эту тему долго рассуждать. Ну, он явно менее комфортен с точки зрения климата, по крайней мере. С точки зрения климата, да. Ну, да, это насущный вопрос, я всех просто всем задаю гостям, его будем смотреть, я сам тоже еще пока не понял, что дальше. Про крипту, про вдохновляющие ее юз-кейсы, ты тизернул, то, что хотел сказать. Давай поговорим и в целом про твою веру в этот сегмент, потому что разные тоже есть точки зрения. Вот Турлов Тимур приходил ко мне, миллиардер, тоже деятель финансов, но более традиционной индустрии. Вот он говорит, ну, не, не верю я, что вот вся крипта, которая там не подконтрольна государству, она будет становиться подконтрольна, плюсы в крипты ее будут, ну, все, все, которые есть, можно сделать и в традиционных финансах, что непонятно. Потому что биткоин должен стоить меньше, чем сейчас стоит. Голдман Сакс говорит, нет, биткоин должен стоить там сколько они там говорили, 100 тысяч долларов или там в разные периоды, когда хайп, да, и даже, по-моему, выше там цифры называли. Криптаны, другие говорят, да биткоин всех уничтожит, нахрен там ваши банки остались, ваши дни сочтены, считайте свои лавэ. И какой у тебя взгляд? Ну, давай на две части поделюсь свой ответ, потому что есть часть про юз-кейс, есть часть про общую веру. Мне кажется, общая вера в крипту, для меня сейчас вопрос, мне вернее кажется, что это вопрос политический. Потому что с общим трендом деглобализации мира и вот разрывом каких-то связей между странами, естественным образом происходит, там развивается ситуация, в которой какие-то глобальные вещи, концепты, да, успехи каких-то технологий полезны одной стране и вредны для другой. И поэтому в целом биткоин и крипта вообще в целом становятся более политизированы. Как вот в явном виде, как в виде там, знаешь, обхода санкций, так и в каких-то неявных смыслах, потому что в принципе, ну, с чем конкурирует биткоин, с чем он мог бы конкурировать, он пока не конкурирует, но с чем он в теории мог бы конкурировать, ну, не дорос пока, да, доллар. Или золото. Или золото, да. Поэтому отсюда там уже можно сделать какие-то там такие следующие шаги, а там кому это выгодно и кому это не выгодно. И каждая страна в ней по этому вопросу, я думаю, есть разнонаправленные импульсы. Импульс один – это там, это штука, которая не подконтрольна государству. Нужно, еще и связано с таким там отмыванием денег и так далее, нужно срочно запретить. Импульс два – нельзя запрещать, нужно регулировать, потому что если запретим, то это инновация, и эта инновация будет развиваться где-то еще, мы пропустим это. Китайцы обгонят нас. Да, китайцы нас обгонят. Поэтому везде есть вот люди, которые приверженцы там либо первой концепции, либо второй. И между этими людьми происходит там регулярная борьба, где-то побеждают одни, где-то побеждают другие, где-то там никто не может победить, и вот они до сих пор ходят и думают там как бы, а как, а что делать. Поэтому мне кажется, здесь вопрос, он исключительно такой политический, потому что потопить, можно ли потопить биткоин, можно, если сделать какой-то очень сильный политический шаг. Ну, например, там, не знаю, запретить биткоин в Штатах полностью, да, или запретить крипту в Штатах полностью. Ну, в одной стране можно потопить, как там был кейс, по-моему, в истории Америки, ну, пусть меня поправят, когда доллар, золото запрещалось иметь, и нужно было создавать золото государству. По-моему, в Штатах это было, если мне правильно, если я правильно помню, было связано с переходом, зато стандартами своего отмены, но тут могу ошибаться, давно прочитал. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, да, где я ошибся. Но в целом, да, если вот попробовать запретить, если будет вот такой политический мотив, там, это зло, давайте запретим. Можно в отдельной стране, там, или в странах, связанных с этой страной, там, это отключить, там, или попытаться, как бы, задесраптить очень мощное. Можно перекрыть входы и выходы, да, то есть, on-ramp, off-ramp. То есть, если ты, ведь ты не можешь купить, то есть, что ты можешь сейчас с биткоином делать? Ты можешь его хранить, и это в этом плане выполняет одну из функций денег, store of wealth. Но чтобы тебе заплатить чем-то, там, заплатить за что-то биткоином, ты должен, как правило, биткоин с доллара перевести. Хотя есть многие страны, где уже можно. Ну, есть, но это больше, знаешь, такой больше хайп, и все-таки вот, как бы, ну, если посчитать процент людей, которые там реально кофе покупают биткоином, ну, как бы, это вот больше любят в таких вот криптанских журналах писать, что там... Ну, реально на бале, там, на рынке можно купить... Ну, да, вот это вот статьи в стиле, там, в Занзибаре, там, в Занзибаре какая-нибудь там бензоколонка начала принимать биткоин, и все там, вау, там, круто, скоро биткоин поработит в мире. В Латинской Америке много, кстати, такого тоже. Ну, да, да. Ну, то есть, ну, есть такое, но понятно, что это там, ну, как бы, не виза и мастер-карт, грубо говоря, с точки зрения там, перчейзинг какой-то вот такой. Поэтому вот вопросу там, верю ли я там в крипту, вот фундаментально, да, я верю, но надо смотреть. Если будет такой мировой консенсус, пытаться ее запретить, то ее запретят, но мирового консенсуса такое ощущение, что не будет, потому что вообще его там становится меньше и меньше в мире. Если говорить про юз-кейсы, ну, у меня есть три юз-кейсы, которые я верю. Способы применения, друзья. Способы применения, да. Ну, в общем, то, где там крипта прикольная, на мой взгляд. Их три. И тут, кстати, вот к вопросу того, что ты говоришь, что тебе говорили до этого с точки зрения, вот, что можно сделать без крипты, я бы тут сразу задал такой фреймворк, мне всегда, я всегда как об этом думаю, что инновация вообще может быть двух типов, да. Ты можешь сделать что-то, что без крипты сделать вообще нельзя было, ну, не только без крипты, без чего-то, да. То есть ты что-то сделал, вот, допустим, там, не знаю, без какого-нибудь двигателя нельзя было полететь на Луну, да. Вот его инновация, условно, там, ракетного, да. А можешь сделать что-то, что, в общем-то, можно было сделать и без крипты. но крипта послужила катализатором к тому, что это действительно произошло или произошло какой-то adoption, то есть люди начали этим пользоваться. И поэтому вот эти вот кейсы, их надо разделять. Потому что, да, есть такой аргумент, что это можно было сделать и без крипты, но без крипты это не сделали. И когда бы сделали, непонятно. Может быть, сделали через 5 лет, а может через 20. Понятно, что можно и на квадратных колесах, колесо не изобрести, а сделать сразу летающую машину без колес. Но так же не сделали. Поэтому к вопросу про вискейсы. Первый – это биткоин. Мне кажется, совершенно гениальное изобретение. Первый в мире, там, случайность, не знаю, как это назвать, товар, комодити, что-то, что ограничено в запасе и при этом не подвластно никакому одному там имитенту или не находится в какой-то одной комнате или там не закопано, как полезное ископаемое там в каких-то шахтах. Что-то, что… И это очень прикольное свойство. Потому что… Почему, например, там, золотой стандарт, а не серебряный? Почему вообще золото? Почему золото, вот говорят, биткоин ничем не обеспечен? Блин, ничего ничем не обеспечено. Да, обычные деньги тоже уже давно ничем не обеспечены. Да, чем обеспечено золото? Вера людей в то, что оно стоит вот столько, сколько оно стоит в данный момент. Чем обеспечен доллар? Вера людей в том, что вот он стоит столько. Плюс… Ну, для золота еще там какое-то есть применение хотя бы. Да, но если ты посмотришь на статистику, то там золото, которое применяется вот типа в электротехнике, там, да, это там типа, ну, тоже не цитирую меня на это, но там считанные проценты, может, пять процентов, да. Все остальное – это вот как бы совершенно другой use case в виде такой store of wealth, прежде всего, да. То, что транспортировать, платить золотом неудобно. Транспортировать золото тоже неудобно. И почему золото? Ну, по разным причинам. Оно там блестящее, красивое, там, коррозии нет, и оно редкое, да. Потому что может было, допустим, и золото там, к дереву все привязать, деревом обмениваться, но дерева много, да. И тогда там доистерические времена тебе бы приходилось бы с собой там повозку с древесиной возить, да, и она все равно бы мало стоила. Тут очень удобно, у тебя там золотой один в кармане, и ты по нему кусочку отщипываешь, и вот можешь за что-то платить этими маленькими кусочками. Это прикольно. И его мало, его не может кто-то взять, напечатать так, чтобы стало в два раза больше, и сделать так, что твои накопления в два раза меньше теперь стоят, да. И это крутое свойство. И в этом плане биткоин – это такое прикольное золото 2.0. Он ничем не обеспечен? Конечно, он ничем не обеспечен, но это нормально. Ну, он обеспечен верой в людей, в то, что нужен классный цифровой store of wealth. И вот пока люди в это верят и считают, что в нем классно хранить деньги, в нем классно хранить деньги. Если будет какая-то мега паника, все решат, что там он не нужен, но, опять же, скорее, это может быть только по политическим мотивам, потому что слишком большой adoption, им все-таки там не пять человек пользуется, то тогда действительно может там не стоить ничего. Ну, то же самое золото может быть, там оно тоже может не стоить ничего. В нем, вот оно может стоить не столько, сколько оно должно стоить, чтобы покрывать вот эти способы применения в электротехнике. Окей, первое – это биток. Да. Первый – use case. Второй? Да. Второй use case, он как раз из вот другой сферы. Это что-то, что можно было сделать без крипты, но без крипты это пока не сделали. И это, ну, скажем так, это DeFi и свойство DeFi, которое называется Composibility. То есть, возможность разных DeFi протоколов или программ, смарт-контрактов, по-разному можно называть, подключаться друг к другу с помощью программных интерфейсов, API, и иметь при этом единый слой, так называемый settlement layer, это слой расчетов, которым является сам блокчейн. То есть, если простыми словами объяснить для обывателя, да, у тебя есть разные, вот, обычная финансовая система, да, есть разные участники, есть, например, там, центральный банк, есть разные банки. Они как-то между собой общаются, есть какие-то интерфейсы, может быть, человеческие, там, трубку поднял, позвонил, там, не знаю, представитель Тинькова в ЦБ, а могут быть какие-то программные, там, или по-программные, имейл написал, куда-то запрос отправил, и так далее. Но между ними есть какие-то способы взаимодействия, да. Они достаточно неэффективны. Ты не можешь, например, имея, ну, или можешь, но с какими-то большими, там, неудобствами, да, имея портфель акций в Тиньков инвестиции, да, пойти и взять в английском банке ипотеку под залог вот этих акций, допустим, да, там, или какой-нибудь кредит, неважно, или выписать какой-нибудь опцион, дериватив, заключить какой-то контракт, используя это как обеспечение. А скрипти можешь. Почему? Потому что есть вот этот единый слой расчетов, и это прикольно. То есть ты можешь интегрировать различные кусочки финансовой системы друг с друга вполне как бы понятным и очень простым интерфейсом. И это круто, потому что это позволяет тебе достичь намного больше вот эффективности вот этой вот финансовой машины. Этот юзкейс, он может быть менее, там, знаешь, понятен обывателю. Ну, то есть, грубо говоря, там, если ты на даче картошкой занимаешься, то, наверное, тебе такой, ну, типа, что, зачем это надо? Но если ты вот в финансах работаешь, то это прям вот, знаешь, вот это вот понимание, что можно сильно упростить вот эти вот системы коммуникации. Решается твоя боль. Это да, это ты прям понимаешь, что типа круто, прикольно. И это круто, вот, это такой классный юзкейс. Можно сделать без скрипты, можно, ну, с оговорками, то есть тебе какой-то нужно все равно такой центр расчетов, а ему нужно доверять, это не всегда плохо, но это, наверное, в данном случае скорее может быть минусом. Но технически можно сделать без скрипты. Сделали без скрипты? Нет, не сделали. Ну, во второй давай включим сразу все способы там трансграничных платежей и так далее. То есть, грубо говоря, такая, пусть это будет такая денежная мобильность. И третий такой спорный, потому что третий, не понимаю, как бы сам для себя тяжело ответить на вопрос, в общем-то, хороший или плохой. Но это кейс, связанный с альтернативным, назовем так, альтернативным венчурным финансированием, когда ты можешь выпустить токены на второй день существования проекта и профинансировать свой проект за счет того, что есть люди, которые готовы это, ну, в него поверить. Такой, как бы, краудфандинг своего рода получается. Да, краудинвестинг. Краудинвестинг. Ну, тут плюсы очевидны. Тебе не нужно бороться с регуляторами там, а минусы тоже очевидны, что ты, вот это приводит к тому, что ты можешь там скамы делать. Потому что какой-то проект, который никогда бы не вышел на NASDAQ, он выпускает завтра токены, и люди их покупают при, ну, достаточно крутом маркетинге. Но... Ну, это не отменяет того, что и в традиционных финансах достаточно скамы. Конечно, конечно, конечно. Ну, ты просто тут, знаешь, тут это делать проще людям в основном. Но при этом полезная часть этого юзкейса тоже там. То есть, ты, по сути, как бы... Этот юзкейс вообще можно было без скрипты делать, да? То есть, значимо упростив способы выхода на рынок и регулирования вокруг этого. Это не сделали по ряду причин. Хорошо ли это или плохо, непонятно. Это просто такая альтернативная финансовая... Ну, вот альтернативная даже финансовая не система, а альтернативная вот инвестиционная система. Круто это или нет, время покажет, пока непонятно. Я ожидал, что ты назовешь еще один юзкейс, который лично меня больше всего вдохновляет. Давай. Видимо, потому что я не финансист, и мне понятны все эти юзкейсы, которые ты назвал. Круто. Ну, наверное, биткоин с идеологической точки зрения больше всего меня радует. И вот еще один идеологический, политический юзкейс – это все системы децентрализованного управления какими-то организациями, ну, те же DAO и прочее, децентрализованного принятия решений и в перспективе там вот идеи всякие там, не знаю, наверняка ты слышал, Network State концепцию. Я про нее, кстати, отдельный ролик делал, ссылка в описании. Идея того, что криптоанархисты и энтузиасты могут объединяться в какие-то сообщества, которые со временем, понятно, что будут бороться с государствами, и государство будет пытаться их тоже не дать им пустить ростки, скорее всего, потому что им это не выгодно. Точно так же, как Америка будет пытаться бороться с биткоином. Но, тем не менее, есть шанс, что какие-то из этих организаций все-таки пустят ростки и будут там, вот меня, например, вдохновляет идея о том, что, может быть, будет какая-то децентрализованная. Децентрализованная организация русских, россиян, уехавших, не поддерживающих режим, но которые там между собой кучкуются, помогают друг другу, принимают решения через, соответственно, с помощью блокчейна, через те технологии, которые уже сейчас есть, которые позволяют это делать, финансируют какие-то движения, проекты. Никто не может это контролировать, свобода, криптоанархизм и все дела. Вот, понятно, что там очень много можно контраргументов привести, но это же use case, и это уже то, что уже есть, да, уже же существует. Хороший поинт. Я не рассказал про this case, потому что я не очень в него верю, но я при этом не имею внятной аргументации, почему я считаю, что это, ну, там, нелетающая история. И поэтому, грубо говоря, это, знаешь, это вот находится в поле концепции, про которую у меня свое мнение, ну, оно есть, но я считаю его каким-то таким очень ограниченным и неважным. Потому что мне кажется, что я со временем достаточно много прочитал каких-то там статей, ресерчан на тему DAO, я так и не понял, то есть меня не кликнуло, я не понял, зачем это надо. И пообщавшись с какими-то людьми, которые делают DAO, я не понял, ну, там, зачем они делают DAO. Ну, все текущие DAO так себе. Да, да, и в этом плане, мне кажется, знаешь, часто говорят люди, как бы, у них есть контраргумент, что, типа, что такое infancy индустрия, да, то есть, что она... Она зарождается, но если там, если концепции там 10 лет и нет ни одного проекта, который эту концепцию круто имплементировал, то, может быть, концепция не такая прикольная. Ну, серьезно, начали заниматься-то этим всего пару лет, как? Ну, условно, да, да, но все равно, как бы, ощущение, что, понимаешь, несмотря на то, что я занимаюсь криптой, меня безумно раздражает, когда крипту пихают вообще везде, где попало. Ну, это просто, то есть, это... Добавить стартап в описание блокчейн и заразить больше денег. Да, ну, сейчас уже AI. Сейчас AI, да, сейчас AI, вот. Потому что, ну, а WorldCoin, да, WorldCoin, это как бы AI, там, и крипта, и все, что можно сразу. Крутой проект, кстати, мне кажется. И, ну, так, вопроса про крипту, ну, то есть, давайте добавим там... То есть, люди, когда начался вот этот hype train, да, там, все про крипту начали говорить, поняли, что в крипте безумные эвалюэйшены, оценки проектов, да, то есть... А действительно так. То есть, действительно, в крипте всегда были безумные, особенно на обычном рынке, но сейчас даже на медвежьем тоже, безумные оценки проектов. Ну, есть кейсы, когда, там, люди какой-то проект начали, там, оценка проекта на старте, там, 100 миллионов, например, то есть, ну, безумие, да? Хотя, если бы это был не в крипте проект, он бы ни за что... Ну, конечно, конечно, слушай, ну, то есть, 100 миллионов долларов, да, это по-хорошему, ну, большая компания, да? Это может быть какой-то, там, российский крупный завод, да? Вот его, он может стоить 100 миллионов долларов. А тут у тебя проект на старте стоит 100 миллионов. Ну, какие бы крутые, там, не были фаундеры, при том, что там фаундеры были в том конкретном кейсе, там, несколько студентов, ну, не глупых, классных ребят, но студентов. Первый раз они при этом были, там, first-time founders, то есть, ну, это тоже такой фактор определенный. Какой бы крутой у тебя проект не был, ну, безумие для любого VC-фанда инвестировать на старте по оценке 100, потому что ты знаешь, что если проект станет единорогом, то ты всего лишь 10 раз больше заработал. Ну, очевидно, что вероятность стать единорогом у проекта, там, не одна десятая, поэтому очевидно, что вот общий, как бы, мат ожидания такой инвестиции, оно не положительное. Но рынок, тем не менее, такие проекты поддерживал. Ну, да, ну, да, ну, да, но даже сейчас все равно там безумные, как бы, безумные, безумные эволюэйшены у проектов, которые никогда, ну, вот, наверное, если ты делаешь AI-стартап, и у тебя есть действительно какие-то credentials в мире AI, то есть, ты не просто там вышел и говоришь, я, типа, AI-стартап делал. Если действительно там чем-то похожим занимался, и у тебя есть нормальная идея, ну, тогда, наверное, у тебя тоже будет прикольная эволюэйшена. Ну, в целом, действительно, вот эта концепция, типа, давайте к любой вещи добавим крипто или там децентрализованное что-нибудь, или там, типа, веб-3, и вот, типа, это вот старый отстой, а вот мы сейчас делаем круто. Ну, раздражает, конечно, очень много проектов суют везде, блокчейн, который там вообще нафиг не нужен. Ну, и ты понимаешь, ты даже с человеком начинаешь общаться, и он говорит, ну, я просто, ну, ты говоришь, зачем блокчейн здесь вообще? Какой смысл? Надо. Ну, надо, да, потому что так в проект стоит в 10 раз дороже. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно. Я понимаю твои вот эти сентенции про раздражение, но я думаю, что со временем это все вот будет нормализоваться, меньше будет скама в индустрии, больше каких-то адекватных людей. Ну, да, это классическая концепция, знаешь, вот этот график, когда у тебя сначала идет вверх, потом вот этот вот наш пик. Льва Гартнера. Да, 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 да. Посмотрим. Долина отчаяния. Возможно, ну, вот мне кажется, мы к ней близки уже, а может в ней и находимся, непонятно. Интересно будет пересмотреть это через 10 лет. Финальные вопросы классические для шоу «Бизнес-челл». Два вопроса в формате Блиц. Первое. Какая твоя цель в жизни? И второй вопрос. Какой твой уровень счастья по 10-бальной шкале сейчас? Ну, за последние там несколько недель в среднем. И если не 10, почему и что нужно, что должно произойти, чтобы стало больше? Потому что про цель жизни я абстрактно отвечу. Вообще такой, знаешь, интересный вопрос. Я раньше на нее всегда отвечал словами Сахарова. У него была такая концепция, что смысл жизни в экспансии. Экспансия там себя как... Экспансия может быть разная. Это совершенно физическая, экспансия идейная, экспансия себя как человека в мир. Я бы сказал так. Мне кажется, круто решить одну, но сложную задачу. У меня на эту тему даже был спор. Я раз с моим коллегой Маккензи, с которой началось мое путешествие. У меня был такой квест, я на MBA поступал. Вот я на MBA начал поступать, потому что есть такой тест математический, GMAT, который нужно знать, чтобы поступить на MBA. Я забился с коллегой, потому что я сказал, что GMAT это, ну, значит, тест для лохов, потому что цель нормального пацанации должна быть в жизни решить одну большую проблему. А GMAT ты решаешь очень много бестолковых проблем для пятиклассников на скорость. То есть там нет сложных задач вообще в принципе, там нет олимпиадных задач. Ты просто решаешь много типа, ну, грубо говоря, каких-то там вычлений типа банальных. На что он мне сказал, типа, да что, да пойди сдай. Ну, и мы забились, что я там больше, чем на определенную цифру смогу сдать его за там пять дней подготовки. Получилось? Да, слушай, я сдал вот там. Сколько? 780, по-моему. Это много, насколько я понимаю. Это был... Почти максимум, да? Это почти максимум. Это был, ну, там такой, наверное, может, лучший результат аппликантов из России там за какой-то... Круто. ...значимый период времени. Ну, и на самом деле, слушай, тут тоже есть определенный элемент тест на английском. Я хоть и хорошо говорю по-английски, но там есть часть с математикой, и часть такая больше про английский язык. И эта часть про английский язык тоже делится на две части. Есть часть где-то на понимание текста, а есть часть больше там на то, какое слово правильно поставить. И вот вторая часть, она достаточно такая тонкая. Несмотря на то, что я много где жил за рубежом, все равно вот я все пять дней готовился в основном к ней. И, ну, там математику я сдал на максимум, ну, возможно, и вообще. А вот часть, связанную с вот этой, там какая-то одна ошибка, допустим, была. Вот, но, ну да. Ну, и потом, сдав этот тест, я думаю, ого, типа прикол, да. И, ну, надо сочно поступать там на бей, потому что, ну, там, допустим, там ты получаешь тест, там 780, да. С таким баллом везде возьмут. Да, а у тебя там, ну, например, средний какой-нибудь балл, там, подающийся в гару, там, допустим, 700, да. Да, ну, разница между 700 и 780, это как бы огромная разница, на самом деле. Потому что там, несмотря на то, что плюс 10%, ну, там, персантиль, как бы он там экспоненциально, там, 10 раз уменьшается, грубо говоря, там, или в 100 раз, я не знаю. Вот, ну да. И, значит, я был бы доволен, если бы я решил какую-то одну большую задачу. Но большая задача, ее можно по-разному определять. Может быть, там, в бизнесе что-то сделать одно большое. Может быть, в науке, может быть, не знаю, детей так воспитать, что вот ты гордишься этим. Но ты какую-то задачу решил, это прикольно. Второй вопрос про уровень счастья. Честно, не знаю, мне кажется, что тут большинство твоих гостей, наверное, 10 говорят. Неправда. Нет, 7 говорят, да? Ни один еще не говорят. Зачем тебе подстраиваться? Ты пытаешься калибровать? Нет, мне просто интересно, мне просто интересно, как отвечать. 7, кто-то 7, кто-то 8. Мне кажется, что все по логике 7 должны отвечать, что там, типа, 6, это как-то позорно. Типа, ты лох какой-то у тебя, ну, несчастливый такой, знаешь. Мне кажется, это круто, да, и требуется болс. Да, 10 ты такой, типа, очень самоуверенный, а 9, это вообще непонятно. То есть, ты как бы самоуверенный, но, типа, в последний момент спасавал. Такой, блин, хочешь сказать 10, но, типа, 9. Не знаю, слушай, тяжело сказать. 8, наверное, но потому что по той логике, что там, я кайфую от того, что я делаю, как с точки зрения работы, так с точки зрения хобби, а не 10, потому что всегда можно, всегда можно круче. Что должно произойти, чтобы было там 9, 9,5? Предположим, 10, это недостижимый идеал, но вот чтобы было чуть больше. Я испытываю огромное счастье от прогресса в чем-то, чем я чувствую. Ну, в совершенно разных вещах. Допустим, не знаю, там, я музыкой занимаюсь, и когда я там, у меня что-то получается, что не получается раньше, не получалось раньше, я кайфую. Я там говорил тебе, играю в настольную игру Magic the Gathering. Сейчас уже мало, потому что там с приходом, ну, с последними событиями там в России стало значительно меньше турниров. Но как ты ездишь там на шахматные турниры, так же точно ездил там на зарубежные турниры по этой игре. И я кайфовал от соревновательного духа и там достижения чего-то нового. Мне кажется, что очень важно не только от этого кайфовать, а еще и от процесса, потому что, ну, часто люди кайфуют только от этого, и получается такое бестолковое достигаторство, когда ты что-то делаешь, ну, типа, тебе не нравится, но ты пытаешься по себя призвать и пытаешься. Но я был бы вот счастлив, если бы у меня там, не знаю, в моих хобби, работе начало получаться что-то новое, что раньше не получалось. Ну, не важно что. Ну, то есть я просто кайфую от того, что типа, о, я раньше так не мог, а сейчас могу. Интересно. Напишите в комментариях, чего вам не хватает, друзья, для десятки. Посмотрим, что у кого. У нас в гостях. У меня в гостях сегодня был Александр Макагон. Все ссылки на все, что обсуждали в описании, как обычно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите длинные комментарии, поддержать подкаст, если вам нравится. Подписывайтесь на аудиоплощадку, бизнес-чел, там отдельный подкаст. Поставьте там пять звезд, пусть алгоритмы увидят нас и тоже нам помогут. Может быть, у меня уровень счастья тоже вырастет. Спасибо, Александр. Спасибо. Уп!